Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуй, Ворон Сюда идет скиталец Я, Ворон, приглашаю тебя на танец, на танец машин Погоди, я по глазам вижу, что ты пришел сюда не ради гонок Мне нужен боец для участия в гастаунских гонках Говорят, ты их всех знаешь Достойного охвалы Нетрудно похвалить, назови меня имя Было время, были трассы, не поверишь, сказка К примеру, та нюхачка, что обалдеет в маске Наркоманка фарша отстойна Но шансы есть у нее на победу Старая гвардия мимо не едет Где она? Она в отключке сидит на корточках Но будьте осторожны, пришить она может буквально на раз А с девушкой мы сейчас будем соревноваться Или с женщиной, или с бобес какой-то Нужно сначала на нее посмотреть и сказать Какой вариант подходит больше А, да, мы сюда приходили Новая биография Кольцо Это не только место проведения смертельной гонки Но и дом родной для ворона Он свил себе гнездо Высоко на холме Откуда открывается отличный вид На бескрайние просторы пустоши По этой территории частенько Рыскают машины, водители которых пытаются набраться Храбрости для участия в смертельной гонке Обычно их ведет страх И хорошие порции нюхи Так что следует соблюдать осторожность Кончены наркоманы эти Водители смертельных гонок Тот, кто не может справиться со страхом Что-то тут нюхает, принимает наркоту какую-то С ней нужно поговорить А я как раз сюда забегала и говорю Девушка тут обалдеет Еще, думаю, есть время Вот так вот спокойно отдыхать А она просто под чем-то Поэтому ей ничего не беспокоит Она не переживает свою жизнь Что-то может прибить здесь В здешних просторах Тут нужно ухо держать в острое Хотя она вообще в состоянии С нами разговаривать Мне нужен боец Что мне сказал этот чудар На руку Ты хочешь со мной биться? Мне нужен боец Напальник для гастаунских гонок А гонка вкус крови на губах Она похоже Вторую коргу Твоей чужой, неважно Чувствуешь себя живой Только когда повсюду смерть Хочешь в мою команду? Да, если сделаешь кое-что для меня Уплати мой долг ворону И, клянусь, я брошу нюхать И стану твоим бойцом Да, нюхать она не бросит Это точно Но бойцом станет Руки Руки что-то у нее какие-то худощавые Совсем Понятно Сидеть на наркотика Не так исхудаешь Вернуться к ворона Но у нас лома достаточно Сейчас Уплатим долг за нее Че поделаешь Насчет долга Ничего себе запроса Ухитрюги красна Красноносый Можно чуть махнуть крыло На слегка стереть число Но учти, что за работой Я потребую подсчета Ну, дружок Расклад такой Ты гоняешь как большой Ради нынешнего дня Покатай себе дня Будешь пафсин и крут Люди бабки принесут Если дело выгорает Так и будет Твой долг сгорает Надоел своей рифами говорить Ты всерьез позволю спросить Собираешься катить По моей роскошной трассе По моей роскошной трассе На подобном тарантосе Только демон В скорости Прокачаешь Драндулет И придешь Для гонки нужно сделать машину быстрее Да, блин Быстрее-то можно Но нужны детали Да она мне и так На полную прокачана По-моему Ну и что? Да, Драндулетину Вы мне какую-то Предлагаете У меня все лучше Установлено давно Шины стрёмные какие-то Это вот я на такой Драндулетин Должна ехать Колпаки Нужные Колпаки Установить улучшение для демона скорости в гараже. А я разве не установила? Демон скорости. Ну это, кстати, Архангел доступный был здесь. Вот на эту риндулетию мы поедем. Побеждаю. В смертельных гонках вы будете получать значки грифа и новые машины для своих коллекций. Я уже ничего не получу от грифа, потому что мы его установили на полную и все прокачали у Макса. Выиграть гонку на демоне скорости? А гонку здесь выигрывать-то? Да. Сейчас нужно поговорить с Вороном. Ну даже с такими настройками у нас не самая плохая машина. Нужно успеть вовремя затормозить так даже лучше, чем нас будет заносить и разворачивать. Макса, Макса, Макса! Какой уник? dare я принадлся! Торелки говорит ломать! К морозную огонь спасать? Пр quickly és bugün я не собираюсь пучать! Продолжение следует... 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 Мало ли что-то там готов. Надежда еще готова нам выдать новое занание. Да сколько у вас же тут. Я думаю, с вами уже мы закончили. Сейчас разнесу все ваши крепости, которые строил так долго. Строила. Вместе с Максом. Ожидание меня убивает. Следующая остановка гонки в Гастауне. И тогда еще я с эпоха вождя. Не понимаю, зачем нужен бояс. Еще поймешь, я-то не горжусь из-за черных пальцев кривого тела. Ремеслу убийцы не обучен. На трассе будешь только ты. И наколка. Если машина сломается, она не сможет ее починить. Это не понадобится. Ты победишь святой. Ты должен победить. Я знаю, что ты выполнил уговор со стариком и забыл нам сталь. Это стоит лотова. А Надежду выкрали. Задание Надежды. И где же это задание Надежды? Не знаю, не знаю. Что, она к брюхорезу тут уже. Ее выпустили. Поднялась на второй этаж. Она здесь. Ну-ка, чего ты нам расскажешь? С твоей помощью мы сумели подготовиться. И как раз вовремя. Разведчики заметили воинов. Судя по всему, они готовят атаку на наш корабль. Они идут. Помойка его свора. Если ты нам поможешь, у нас есть шанс выстоять. Мы уже здесь. Нам еще выбираться нужно. Конечно. Для атаки крепости брюхореза воины собирают конвой из грузовиков с взрывчаткой. Уничтожите конвой, прежде чем он доберется до ворот крепости. Доступ к улучшению двойной удар для таранной решетки. Что с вами делать? В самом-то деле. Притоми до меня. Поехали. Конвой еще один устранить. Я уже заглебал с этими конвоями. Когда придет большой крак? Никогда не придет. Кумасшедшие дикаре. Остановить конвой. А почему? Не активировалось задание-то. На поверхности или здесь? С тобой надо поговорить. Сюда едет конвой. Головная машина. Топливный танкер. За ней еще два облака пыли. Кажется, они задумали взорвать ворота. Чтобы сладить с танкерами, нужно что-то мощное. Я сказала горбатому графу де карбюратору, что он может взять любой материал для тарана, о котором он мечтал. Поможешь нам, и этот таран твой. Когда нужна помощь, любое улучшение, любую железяку нам отдадут. Погибать не хочется. Декарбюратор. Поехали. Ты только посмотри, я могу установить решетку. Поднимайте тревогу. Надо бить первую атаку. Поразим нечестиво занять боевые посты. Грампун на готове. Пошли. Пошли. Второй. Так, эти готовы. Ага, это у нас остановить конвой. Еще один. Ну и с Грумпоном это не так сложно. Выполнили задание. Отвлекающий манер мобиль атаку. Крепость Брехореза устояла. Ну и чего? Ты один сделаешь. Ты пришел крепость штурмовать. Остался один. Я и живо починю. Что мы тут разобрались с этим со всем делом? Пустоши и получите долгое и сложное задание. Оно мне надо? Нет. Еще одно задание в Гастауне нужно выполнить. А, там еще гонки. Там еще гонки. Гастаун, Гастаун. Тогда в Гастаун перемещается. Мне нужно выполнять задание вождь. И восемь цилиндров активировать. Ну вот, что мы сейчас делаем. Останская гонка трудная и опасная. Поэтому Максу нужно как следует подготовить не себя и шедевр. А в гараже у меня есть таранная решетка. Я уже давно и без вас все прокачала. Лучше только трясет. Уж лучше был бы жар. Я готов к гонке. Приколепно. Сегодня состоится гонка. Напарница. Зачем нам напарница? Она будет нас подменять, когда мы не в состоянии будем рулить, что ли? Или что? Она будет чинить машину. Жители Гастауна, жители пустоши, жалкие твари и крутые богачи. Это зрение дары с небес. Вот зачем нам лампа. Чтобы было видно было на дальние расстояния. Узрите величественную колесницу вождя. Члемы оструса. А также свежевосхитительную приправу к нашему пиру. Дерзкая и сладкая наложница надежда. Надежда ему нужно спасти. Дерзкая и отважная. Она тоже будет участвовать в гонках. Все эти богатства принадлежат только одному нашему дорогому чемпиону. Помойка! Помойка! Надежда. Ну, он на нее посматривает. Вряд ли он хочет, чтобы надежда осталась с помойкой. Надежда! Увы, удача чемпиона мимолетная, жизнь быстротечна. Но он, в общем-то, ее и не знает, так, по идее, он своей жизнью рисковать не будет ради нее, но все-таки он на нее посматривает. Но сегодня все решится. Мы с ней и сделку заключали ради выгоды и ради нашего увеселения. Смелый воин бросил вызов чемпиона. Она ему свою историю рассказала. Он все-таки обратил свое внимание на нее. Он поклялся отнять у чемпиона корону, машину и наложницу. Встречайте, светлячок. Нас пристегивают прямо к машине. Хватит предусловий, люди хотят зрелища крови. Помойка крутой водитель, его телега больно кусается. Что у нас с оружием? Старый грампон, куча боеприпасов, все. Этого хватит. Ага, только указывай, куда стреляет по делу. Старый? Почему старый-то? Новый? Я же улучшение устанавливала. А, их можно сместить, да? Ага, их можно сместить, да? Так, нужно догнать кихача. Блин, разворачиваяет. Ну, опять 25. А, у нас бесконечно патронов, да? Ну, ладно, тогда. Так, хорошо, дорога помечена. Нифига не вижу. Победите машину с помощью грампуна. Не менее 30 ям. М-м-м-м. Так, а куда надо присоцить, да, что ли? Ой, 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 ой. Сколько у вас здесь прибывает? То есть, их что, подбрасывают, кто выбывается с гонок? На их месте кто-то другой может присоединиться к гонке-то. Так, спасибо, взорвал. О, ловушку своим автомобилем. Мы помойку, что ли, никак не можем догнать. Так, чтобы вы мне на дороге здесь не мешались. Я их сбиваю. У нас подожгли. Разряжайся. Я их сбиваю. Выживай, или вздохнем. Субтитры делал DimaTorzok да 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 верно подмечено никак не могу помойку догнать заряжайся так что мы приехали или как взорвались да мы приехали первыми огни и помойку свергли эта сенсация граждане помойка повержен он повержен и разбит и на тебе новая звезда горит они нас под прицел взяли купайся в золотых лучах славы мы еще и членово струса свергнем гастаун ты сам все знаешь и ты это любишь но так кричи во всю глотку начиная двое выходит один все вместе а мы еще должны биться начиная двое выходит один в смысле насмерть или что это происходит такое мы должны с ней драться еще а когда себя отчаянная наколка да да это бля да да бля Заточка, ищите возможности для парирования. Фига она. Действительно. Её и не подловишь так. Фига она. Ну сколько можно уворачиваться? Ой, поймаешь ещё. Фига. 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 Ай, блин. Ай, ёлки. Так, начинает она нас бить ножами в ярость это всё. Ай, блин. Это будет долго. Ай, как она меня притомила. Ай, как она меня притомила. Ну, хватишь ни с какой стороны. Никакого другого оружия-то длины нету. До спины, конечно, её нужно бить. Ну, попробуй ещё попади со спины. Улови её. Всё. Глушив наколку успешным контрударом, сможет продолжить серию ударов. Так, побили мы её. Наконец-то. Победитель, сокрушитель помойки. Слава новому чемпиону. И надежда наша, да? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Нам с тобой суждено быть вместе. Эй, друг, это ещё не всё. Он снизойдёт, чтобы поприветствовать тебя. Что ещё за он? Сегодня великий приз вручит особый гость, который дорог всем нам. Хоть мы и боимся его до усрачки от члем. А он его знает в лицо. Узрите его, он вернулся к нам с того света. Озарил лучами славы уголки Гастауна. Да, это члем. Как и его отец, он победил смерть. Бессмертный олимпиец. Наш бог. А, нет. Да. Дышит он бензином или чем-то таким? Как будто он окачан каким-то ядом, как... в Бэтмене, помните? Зелёный-то с этой. У Мотормен ещё играют. От его персонажа. Чё, это всё? Да. Привешающая битва? Я думаю, она в несколько заходов будет. Так, член набрасывается на вас, заманиваете его на бочки с топливом. Ай-а-а-а! Ай-а-а! Ай-а-а! Ха-а-а! Крап, мангл его! Ну иди сюда. Этот шлем чё-то не набрасывается на садах. Иди сюда. Хочешь набрасывать на нас? Сколько нужно сил с тобой? Члем-Острус. Один раз получилось. Вот так вот, члем-Острус. Ты получил своё? Или нет? Это ещё не завершение? Вор, я же приказал тебя убить, убить. Нам нужно только одного вождя. Уходи отсюда. Вождь, это ты, что ли? Ты про себя? Найди обратный путь к вождю. Обратный путь ещё. Конечно, выпустил бы член его отсюда. Я заблудился. Умру обратно. Пути нет. Одним ударом двоих сразу. Ну да. Пора уже отключаться. Она записывала уже. Хорошо, что на члем охватила память. Не оставит он нас так в покое. Мы станем вождём. Не сказала бы, что уж прям так непредсказуемо было. Что члем на финал вышел с нами сражаться. Когда мы всё равно победили дважды. В гонках, потом в сражениях. Но не может позволить, чтобы тот, кто его тогда чуть не убил, отпустить и оставить в живых. Его репутация же пострадает. Правильно? Ох, тупок. Ещё огненный жезл здесь нашёл. Факел поджёг. Постарался, украсил. Нашу торжественную встречу. Понятно. Всё с вами. Ты меня не убьёшь, меня нельзя убить. Ну, у тебя помощники. Не тебя нельзя убить, а потому что у тебя много помощников. Один на один. Ты такой же, как и все перед этим. С кем мы сражались. Это ты фуфло, чли монстрос. Больше рассказов про тебя, чем на деле, получается-то. Потому что на один на один. Но тебе не важны качества сражения, тебе важен результат. А дело очистит и не идёт. Удачи, монстрос. Сохранение. Так, на нас направили стрелу. Так, хватай его, лордшлем. Так, все ему помогают. Десятером. По сто человек. У нас какой-то прямо не умирающий. Я не дам тебе умереть, чемпион. Пока не дам. Ты поправишься. Я ничего не могу для тебя. Можешь, мой ребёнок. Ты вернёшь и у меня, как только я тебя вылечу. Вставай. Ура! Кто здесь? Тут же это сильно ты не сдашься. А, это ты. Аргономеханик, потом сюда пус. Ну типа, помоги. Это не помойка. Зачем ты притащила какую-то... Почини его, иначе... Ладно, посади его на стул. Почини его. Они даже забыли слова-то правильные или... У них такая манера разговора. Вылечи. Правильно. Он же не машина. Почини его. Ладно, так механик разговаривает. Мне симпатизирует эта надежда. Это что-то странное. Галлюцинации? Ты должен кое с кем познакомиться. С кем? С человеком из прошлого. Механик. Я не про тебя, пожиратель собак. Да ладно, Динкиди. Мы же все друзья, мы его друзья. Динкиди в образе человека. Только он не хочет про это знать. Очень боится призраков. Просто я не хочу заводить друзей. Так это не последняя битва была, да? Следующая битва будет еще сложнее. Надежда это его жена? Очень похоже. Его дочь? Очень похоже на Надежду. Ничего себе. То есть он уже дедушка. Если у нее дочь тоже есть. Ты не имеешь права прятаться здесь. Ты вернешься муж и сделаешь на этот раз. Имеешь право бежать, потому что потерял нас. Это его жена, Надежда? Берешь ли ты безумный воин дороги, и это наложняется из пустоши законной жены? Запуталась вообще. Это кто? Его жена или кто это вообще? Это... Да. Почему она была в такой одежде? Я похожа была на подростка вообще. Это, конечно, в таком состоянии что угодно привидится. Все перемешалось в мыслях. Он отключился. Все знает, куда душа его помчала в таком состоянии. Хорошо ли? Я коротко. Раньше был воином. Я остал... Мешком. Думал, что стану великим и умру в бою. Но не умер. Ты подвел его, подвел члема. Моя кровь. Пусть она проест твои вены, спалит твою душу. Эй, это моя плата. Ходи, убирайся сейчас же. Где она? Где женщина? Наложница там в днище. Она тебе жизнь спасла. И зачем ей такой мешок с дерьмом, как ты? Стопай пиявку, настоящая пиявка. Так и да. Бессмертный враг. Задание мы прошли. Я выиграл гонку, но шлем увел приз у меня из-под носа. Придется искать новый способ добраться до вождя. Похоже, мне остается только довериться на наложнице в надежде. Новая биография. Толстопост. Оргономеханик. То есть, он лечащий врач по-другому. Там Короста. Был гордым воином. Служил в легионе члема. Я его помню в фильме. Это, по-моему, тот, который потом... Который влюбился в одну из наложниц пути. Там было три невесты члема. Или его там не члем звали. Но их него тоже военачальника. И он хотел заслужить признание. Его не пускали в вой, потому что он был ранен. Может, это он? Он участвовал во многих сражениях и мечтал о том, как однажды покинет героической смертью, окруженной боевыми товарищами. Но он получил тяжелую рану, после чего уже не смог сражаться. Члем превратил его в живой мешок с кровью, чтобы он тоже вносил свой вклад в военное дело. А, он как переливает кровь из него. Нифига себе. Короста продали на черном рынке гастауна. И, в конце концов, он попал в руки толстопуза. Короста думает, что у него отняли смысл жизни. И пока из него немного выкачивают кровь, он яростно ненавидит своего бывшего хозяина члема. То есть, нет. Он ненавидит, значит, он может нам быть полезен даже. Вот толстопуз органом механик. Когда-то был крутым ветеринаром. Он служил органом механиком на одной из самых знаменитых боевых машин гастауна. Но его карьера погубила пристрастие к закиси азота другим симулятором. В тот день он помытнился рассудком под действием различных препаратов. И оставил умирать на операционном столе бойца, получившего сильные ожоги. Теперь он проводит свои дни в наркотическом дурмане. Зарабатывает на новую дозу. Оперируя бедняков, бродяков, рабов. Иногда толстопуз режет, как начинающий мясник. А иногда он точен, как военный врач. Не зависит от того, сколько закиси азота он вздохнул перед операцией. Значит, Максу повезло, ведь он мог его порезать и забыться в дурмане. Закиси азота. Несчастный парень по имени Короста. Ходячий мешок с кровью для него. Толстопуз использую запас медицинских тараканов, опарышей и закиси азота в личных целях. То есть, чтобы набить брюхо, а брюхо у него самое большое по всей пустоши, где толстяки, большая редкость. Одно дело набивать едой, другое дело опарышами набивать брюхо. Это разные вещи, но, видимо, тут люди уже привыкли к здешней кухне. И толстяки могут набивать брюхо таким огромным количеством и опарышами. Вот мы биографию про Корикона не читали. Корикон из Гастауна прирожденный шоумен. Он важная шестеренка в механизме Гастауна, а также владелец гастаунских гонок. Чемпионом которой является помойка Корикон местная знаменитость. Он по меркам пустоши довольно богат. Будучи глашатаем популярного спорта, он все равно подчиняется члему остросу его подручным. На фоне закоптелых фигур Гастауна он резко выделяется мигающими огонечками, шумными динамиками и громкоговорителями. Всю эту цветомузыку снабжает энергией портативный бензиновый генератор, который носит помощник и любовник Рикуна по прозвищу электрический мальчик. Фу-фу-фу. Ну еще если бы там была немножко другая история, тут так все описано в самых мерзких деталях. Члем с облаком, ну короче это его предмет, его игрушка. Члем с обломком. Член потерпел первое серьезное поражение от рук Макса, который едва не убил остроса его собственным оружием. Бенз с пилой на древке. Пила застряла в черепе, влечь лезвие было невозможно. И постепенно вспоминала о невыносимываемом позоре. Боль не унималась ни на секунду. Она сводилась его с ума и провоцировала Нистова из вспышки ярости. Сейчас еще больше его окутывает позор. Мы ее убили, наколка мертва, профессиональный боец, ветеран в гастаунских гонах и других нововых видов спорта. Если она не сражается, то обычно вдыхает нитро, бензин и у них ее цель жизни постоянно выйдет под кайфом. Но ее уже нет. Так, мы прочитали и биографию Короста тоже прочитали. Нам нужно найти надежду. Добраться до входа. Так, нас подлечили. Патронов у нас нет, только руками будем биться. Эти рамки, под theological эксплуатации? Вот да. На этом то, ребята. Продолжение следует...